Здравствуйте дорогие друзья! Мы продолжаем серию обзоров интересных мест Москвы. Находимся мы с вами возле Борисовских прудов. На горизонте мы видим жилой комплекс с красными домами и один из наших сюжетов проходил именно там, с противоположной стороны. Расположены эти дома по улице Борисовские пруды, а это говорит о том, что с противоположной стороны этого комплекса расположен Братеевский парк. Сюжет прилагаю, перейдя по ссылке, которую вы видите в правом верхнем углу, вы сможете попасть на обзор этого прекрасного парка. Ну а мы с вами построим прогулку в этом сюжете здесь. Итак, Борисовские пруды или Борисовский пруд. Ранее Царево-Борисовский, Царе-Борисовский пруд. Это водоем в пойме реки Городни в Южном административном округе Москвы. Находится на территории районов Орехово-Борисово-Северное и Москворечье-Соборо. Граничит с районом Братеево и с 1998 года является частью природно-исторического парка Царицыно. Водоем пересекает Каширское шоссе. Между улицей Борисовские пруды и Шипиловским проездом на берегу Борисовского пруда находится одноименный парк, являющийся продолжением парков Царицыно. На южном берегу находится храм Живоначальной Троицы и храм Троицев Борисово. Это здания видны с Каширского шоссе, от которого к надвратной колокольне ведет белокаменный арочный пешеходный мост. По направлению движения машин по Каширскому шоссе мы записывали обзорную экскурсию. Я ее прилагаю в виде ссылочки, которую вы видите в правом верхнем углу. Итак, Борисовский пруд. Это крупнейший старинный водоем Москвы. Площадь водного зеркала составляет 75,5 гектар. Замыкает каскад Царицынских прудов и отделен от нижнего пруда Шипиловской плотиной, которую мы с вами пройдем по левой части берега относительно нашей камеры. А это значит, что пойдем мы вдоль берега по Борисовскому парку. И вместе с вами посмотрим, как он выглядит и что в нем происходит. На юго-восточном берегу Борисовского плеса оборудованы два родника, которые с 2003 года были объявлены памятниками природы. В 2011 году территорию Борисовских прудов посетил мэр Москвы Сергей Собянин и было принято решение о реконструкции и развитии парка у прудов. Было сделано два футбольных поля, восемь волейбольных площадок, шесть теннисных кортов, восемь километров велотрассы, сорок беседок с мангалами и другие объекты. Это мы с вами увидим, прогуливаясь вдоль жилых домов по этой стороне пруда. По всей территории парка нас будут сопровождать дорожки, ну а также на этих дорожках мы будем встречать людей, которые уделяют активному виду жизни и спорту свое время. Также вдоль дорожек расположены вот такие вот беседки, оборудованные специально для того, чтобы вы могли прийти сюда со своими детьми и семьями, устроить какой-то пикничок, то есть вам не нужно с собой нести какие-то мангалы, какие-то там специальные устройства, барбекюшницы и так далее. Все здесь обустроено, все находится под навесом, и вас не напугает отсутствие погоды или какой-то дождь, какие-то осадки. Все это достаточно продумано, и вы здесь можете провести хорошо свое время, устроить пикник и наслаждаться видами, которые вас окружают. По парку перемещаются сотрудники полиции, охраняют, как на автомобилях, так есть и конная полиция, также встречаются сотрудники на электротранспорте и иногда на квадроциклах. В округе расположены площадки, активный образ жизни ведут жители, как местные, так и сюда приезжают для того, чтобы побегать. По всей территории располагаются столбики с освещением, поэтому в любое время суток здесь достаточно комфорта. Ну и как вы уже заметили, что кругом расположены вот такие вот беседочки, люди заранее выбирают место, резервируют их и проводят здесь весь день. Также вот нам повстречался сотрудник охраны, вот в таких расцветках хаки, можно их отличать, все они оснащены радиосвязью, поэтому следят за порядком и в случае чего сразу же явится наряд и будут неприятности. Поэтому надо вести себя достаточно спокойно и соблюдать правила поведения в общественных местах. За территорией постоянно следят, ездит специальная техника уборочная, вывозят мусор, подстригают траву, следят за дорожками и как вы видите, все находится в достаточно ухоженном состоянии, все переведено в нормальный вид, все чистенько и достаточно красиво. Конечно, ранее такого не было, все было в зарослях, все заросло и конечно же вот так свободно подойти к береговой линии чистой было достаточно проблематично. Вы видите, что и даже острова имеют ухоженность, птицы на них гнездятся в сторонке от людей и как бы каждому здесь уделено соответствующее внимание как и пешеходным, так и людям, которые перемещаются на каком-то транспорте, ну и также соответственно и животным. Мы с вами поднялись на верхний уровень, сразу же здесь видим прогуливающихся местных жителей, а также те самые спортивные площадки, о которых я говорил, современные, с освещением, соответствующим покрытием. Приходят сюда часто поиграть люди, здесь же знакомятся, проходят какие-то соревнования между собой, играют парами. Ну а если вдруг вам не хватило места здесь, то можно переместиться, потому что площадок здесь несколько, и всегда найти какое-то для себя местечко для того, чтобы провести свое время. Ну а если вдруг получится так, что все площадки заняты, то у вас всегда есть возможность либо побегать, либо просто посидеть, поболтать и понаслаждаться теми самыми видами, которые нас в настоящий момент окружают. Еще раз повторюсь, что территории громадные, за ними следят, и они находятся в очень хорошем состоянии. Вот такие вот пейзажи, даже находясь здесь, уже проходя мимо, чувствуешь, как можно интересно провести здесь, свое время подышать кислородом, и поделиться со своими самыми сокровенными историями, секретами, с теми людьми, с которыми вы сюда придете. Широкие дорожки не будут мешать вам перемещаться парами, наслаждаться прекраснейшими видами. Вот еще одна площадка чуть выше, утопает, как я уже говорил, в зелени, ну и отсюда уже просматривается жилой сектор, то есть местные жители, естественно, проводят свое время здесь, в парке прогуливаясь, с детьми, также со своими знакомыми, соседями, и наслаждаются вот этими самыми видами. Справа у нас полимольная, баскетбольная площадка, слева тоже свободная, и как я уже говорил, что всегда найдется какое-то место, просто его нужно поискать, походить, и для вас оно будет доступно. Конечно же, ОК мы с вами не увидим в этом сюжете, но тем не менее, у вас будет общее представление об этом прекрасном месте, и, наверное, ответ для тех, кто все-таки задавал мне вопросы, какие бы я бы вам порекомендовал места, как для своего времяпровождения, так и для выбора какого-то определенного района. Все районы хороши по-своему, в каждом районе есть что-то интересное, и мы с вами смотрим на разные округа, разные районы, города, и в каждом, как я уже сказал, районе есть какая-то своя изюминка, поэтому смотрите, наслаждайтесь, и получайте удовольствие от того, что вы, как говорится, видите. Вот такие есть теневые дорожки, и вот как раз придя сюда с семьей, вы можете полностью погрузиться погрузиться в лесную чащу, но с правой стороны на возвышенности есть парковки для автомобилей, где вы можете оставить свое транспортное средство. вот такие виды, вот мы с вами практически прошли коротко по береговой линии, даже зашли на верхний уровень, посмотрели, что там происходит, и практически добрались уже до плотины, о которой я рассказал вам чуть ранее. Вот так вот она выглядит со стороны, вот такие виды на ту территорию, по которой мы с вами прошлись, и вдалеке вы видите как раз Кашевское шоссе, откуда мы с вами и начинали этот сюжет. Сразу же после этой плотины у нас появляются царицинские пруды, как раз вот перейдя через дорогу, вы их увидите, и царицинские пруды представляют из себя комплекс прудов, который у нас располагается в районе Орехово-Борисово. Конечно же, одноименная станция здесь расположена, это у нас Орехово-Борисово, северная города Москвы, это у нас южный административный округ, ну и царицинские пруды расположены уже на территории царицинской усадьбы. В районе прудов находится государственный историко-архитектурно-художественный ландшафтный заповедник Царицыно. Сами пруды образовались после строительства на небольших речках городня Язвинка и Черепишка, двух плотин. И вот уровень воды в прудах в настоящее время поддерживается с помощью поверхностных, речных и грунтовых водах. Значит, поступление воды в верхний царицинский пруд происходит по царицинскому ручью, это река Язвинка, и по Берилевскому ручью река Черепишка. То есть, если вы услышали это название, Берилевский ручей, то есть, это говорит о том, что из парка Царицыно также можно в лесопарковую зону Берилева и Берилевский донапрад соответственно продолжить свою экскурсию. В комплекс прудов входят верхний царицинский, средний царицинский пруд и нижний царицинский пруд. То есть, в верхнем царицинском пруду можно столкнуться с площадью в 17 гектаров и, как я уже ранее сказал, что пруд, он расположен на реке Язвинка. То есть, примерно средняя глубина пруда колеблется около 3-4 метров и нижний пруд расположен в пойме реки Городни. То есть, река Язвинка, получается, является притоком реки Городня и на нижнем царицинском пруду расположен серповидный такой свайный остров, который вы потом увидите. То есть, площадь нижнего царицинского пруда составляет 53 гектара, а его средняя глубина составляет около 2,5-3 метров. В царицинском и борисовском прудах водится рыба, то есть, рыбачки здесь встречаются. Также есть единый каскад с борисовским прудом, созданным еще в царствовании царя Бориса Годунова. Разделяются царицинские и борисовские пруды Шепиловской плотиной, на которой мы с вами находились. Ну и царицинские и борисовские пруды являются старейшими, как я уже говорил, и крупнейшими по площади и на протяженности во всей Москве. Их общая площадь составляет более 180 гектар. И на берегах прудов, так как я вам уже ранее показывал, есть и пляжи, и места для отдыха москвичей. Такие гигантские площади доступны для вас, для ваших прогулок. И это, в принципе, еще не полная картина того, что здесь можно посмотреть и увидеть. Поэтому, добравшись вот до этого места, также в верхней части расположена дорога, которую можно перейти, и вы уже увидите средний царицинский пруд, который расположен уже в музее-заповеднике Царицыно. Здесь более культурное такое место, поэтому здесь перемещение на велосипедах запрещено, но здесь есть как бы катамараны, лодки и многое другое. Я приложу ролик, который я здесь записал, и вы увидите все то, что здесь можно встретить. И, конечно же, из парка Царицыно можно, как я уже ранее сказал, попасть в Берелевскую лесополосу, в Дендропарк. Ссылку на парк я также приложу, поэтому вы можете продлить свою экскурсию. Но я буду закругляться, говорю вам свое традиционное, ну а пока-пока, и жду вас в следующих сюжетах. Субтитры создавал DimaTorzok